Крупный план Крупный план Компания представлена более чем На сегодняшний момент в 65 регионах России Более 17 тысяч торговых точек Представлено более чем в 2800 населенных пунктах России От Красноярска до юга страны Заполярье, Крайный Север То есть даже есть населенные пункты В которых, наверное, никогда не думали, что будем открываться Начинали все с дистрибьюции Компания в 1994 году стала Крупнейшим дистрибьютором Бытовой химии и косметики Таких брендов, как Проктал и Гэмбл Это еще знаменитая реклама из 90-х Все у нас на слуху эти наименования Да Ну а уже в 96-м году Было уже более 30 торговых точек И где-то в 97-м Появились первые дискаунтеры Так называемые, потому что начинали именно с этого формата Поясним, географически все зарождалось в Краснодаре Все шло оттуда Краснодар Штаб-квартира до сих пор там и находится Да, никуда переводить ее в планах нет Краснодар, Ставрополье, Кавказ То есть оттуда все зарождалось Ну и в 97-м уже году Начали, я говорю, открывать форматы дискаунтера То есть пошли в продовольственный сегмент В 2000-м году уже можно сказать, что бренд Магнит Он был узнаваем Люди уже понимали, что это за такое название Магнит А кто у истоков состоял этого названия? Хочется, чтобы максимально было просто, понятно Магнит, почему? Прошлый создатель этой компании Сергей Николаевич Галицкий Который являлся народначальником Который и принял в феврале этого года Решение покинуть ее К нему вопросы, в общем Да Почему? Все это оттуда Хорошо Так, давайте напомним историю захода в наш регион В Кировской области мы зашли в 2009-м году Первый магазин открыли Тоже будет круглая дата в следующем году Десять лет Да, десять лет По сравнению с компанией Это молодой филиал, допустим Поэтому открыли первый магазин Мы в городе Кирове-Чепецке Почему именно там? Ну, наверное, там быстрее получилось найти помещение Подходящее под продуктовой Ну, это ключевой момент, да? Найти как раз крышу Сделай Да, потому что в Кирове я с 2016-го года историю изучал После этого начали развивать довольно-таки бурно и успешно На сегодняшний момент у нас по Кировской области Более 280 разных мультиформатных магазинов Это продуктовый сегмент, это магнит-косметик И семейные два гипермаркета есть на территории Кировской области Один расположен в городе Кирове в торговом центре фестиваль Это Волкова улица И в Кирове-Чепецке один гипермаркет В чем по концептуально отличие вашего формата, ваших гипермаркетов от других похожих торговых точек? Ну, я думаю, они отличаются в первую очередь ценой Так как все-таки мы стараемся ее приблизить к минимальной С помощью выстраивания тех технологических процессов, которые есть в компании Потому что придя в компанию в 2008 году Для меня было очень, как бы сказать, опознавательно В том, сколько IT-технологий и в целом технологий работает в этой компании Я видел, как она становилась, улучшалась и становила более технологичной Мы продолжаем в этом направлении развиваться Потому что за IT-технологиями стоит, наверное, будущее на сегодняшний момент В первую очередь, через это удобство, с которым мы работаем Наша цель – это создать удобство для покупателей, привлечь их туда Ну и дать минимальную цену, которая будет востребована для покупателей Так, хорошо обозначили количество торговых точек ваших компаний Которые сейчас в нашем регионе работают Ну и, соответственно, планы по открытию на ближайшее время И вообще, как вот эта процедура появления новой торговой точки под брендом «Магнит» В чем ее суть? Как находится помещение? Согласования начинаются? Какие основные критерии заложены? Критерии в зала, они бывают разные По метражу, наверное, в первую очередь, да? Ну, если смотря, какой мы формат хотим там разместить То есть, я как сказал уже, что мы за мультиформатную Потому что у нас категории покупателей разные Вот, поэтому, если говорить про наши форматы у дома То, да, это магазины, которые должны быть с торговым залом Чтобы дать ту услугу, которую мы видим для себя и для нашего покупателя Это не менее 300 квадратных метров Вот, если говорить про формат магнит-косметик То это, наверное, 250 квадратных метров Потому что сейчас, работая с удобствами Ну, покупатель действительно стал более предпочтение отдавать там, где ему удобно и комфортно находиться в магазинах А на маленьких площадях это... И в первую очередь в шаговой доступности Да, чтобы можно было выйти, спокойно спуститься Ну, если не в тапочках, то в легкой одежде И взять то, что необходимо Либо по пути следования с работы домой Зайти и потратить минимальное количество времени И купить тут необходимую продуктовую корзину, которая необходимо купать Вообще, вот этот бренд-магнит у дома именно По-моему, он не так давно стал как-то раскручиваться Или я ошибаюсь? Ну, именно, что мы добавили бренд у дома Да, у дома Появился не так давно Так, еще раз говорю, называли их всегда в супермаркете магнит Почему у дома? Потому что количество точек увеличивается Их становится все больше И человек, все-таки он по сущности своей ленивый Ему хочется долго не ходить, а зайти в ближайшее Это плохо, кстати, что человек все ленивый и ленивый становится К хорошему привыкать быстро А вот как раз-таки, да, по поводу доступности шаговой Я живу в районе перекрестка улиц Воровского и Горького Со мной рядышком на улице Горького Сразу два магазина магнит Вы представляете, да, о чем я говорил Вот в районе перекрестка как раз-таки Это как-то не противоречит? Нет, они не конкурируют друг с другом Почему именно вы приняли решение рядом буквально? Сколько там? 300 метров от магазина? 270, насколько я помню, когда оценивал Ну, у меня глазомер примерно так развит Открытие, да, магазина Потому что, ну, действительно, все-таки улица Воровского Которая разделяет их, она ведь многополосная Значит, две полосы в одну сторону, две в другую Чтобы покупателю сделать движение Потоки разводятся Да, поэтому на той стороне, где последний открыли магазин Там нас не было Нашли подходящее помещение Напротив входа на стадион Прогресс, да Да, нашли помещение И, в принципе, да, магазин начинает выходить На те задаваемые продажи, которые мы там, в принципе, планировали Вот Я считаю, он получился довольно-таки комфортный Несколько раз вы уже проговорили, на кого вы ориентируетесь Кто ваш покупатель? Вот сейчас бы хотелось, чтобы вы как-то вот цельно проговорили Это в нескольких фразах Кто ваш покупатель? Покупатель магазинов-магнит Люди семейные, люди разноформатного возраста Как вы себе это проговариваете? Кто ваш покупатель? В целом, за трендом покупателей компания следит Если говорить, то, к сожалению, наш покупатель стареет То есть, если взять пять лет назад, средний возраст был там 30-35 То сейчас это где-то, наверное, покупатель 35-40 лет А как вы это отслеживаете? Прямо возраст знаете покупателей? Опросы какие-то? Экзит-пулы делаете? Мы опросы проводим в магазинах регулярно Для того, чтобы понимать, действительно, какой покупатель к нам ходит И зачем он к нам ходит Ну, а в целом, это статистика, которую, я думаю, можно увидеть в интернете Что у нас идет некая тенденция того, что происходило определенное время назад Если отмотать, поэтому покупатель сейчас выходит А меланиалы, которые больше доверяют IT-технологиям Они больше пользуются, наверное, интернет-покупками Включая и продуктовый сегмент ритейла Они хотят заказывать домой, не хотят тратить время Как раз о том, о чем мы говорили чуть раньше Чтобы купить тот набор продуктов Им проще заказать домой либо еду, либо те же продукты питания И эта сфера, она развивается И тоже как бы, ну, ее нельзя сбрасывать со счетов Что она нам создаст эту конкуренцию именно визуальную Мы немножко отвлеклись от вопроса о том Какие планы по открытию на ближайшее время Не проговорили Вот прям где-то вот до Нового года еще появятся? Ну, да, до Нового года На территории нашего региона До Нового года, да, мы планируем еще открыть Два-три продуктовых магазина Порядка трех магнит-косметиков То есть и закончить на этом год На будущий год планы... Где? Можете сейчас пояснить? В районных центрах? Один будет точно в районном центре Это Суна Да, нас там нету Мы не были представлены До сих пор нет в Суне Да, в Суне нас там не было Мы были до этого момента представлены В 47 регионах Кировской области Это будет 48-й Вот, поэтому Там построили большой хороший магазин Наш партнер И предложил нам эти площади Сейчас происходит там ремонт Планируем его открыть Где-то 14 декабря Там открытие Вблизи будет трассы? Вдоль дороги, да Которая проходит Казанский трактор Наш так называемый Да, недалеко от поста ГАИ Насколько я помню А, ну, представляю Я периодически там проезжаю Ну, вот там стоит Давайте теперь поговорим О фирменной символике Компании, да Все мы прекрасно знаем Как выглядят магазины магнит Внутри Почему именно такая выбрана? Что-то еще, возможно, есть в запасе И, возможно, есть планы по ребрендингу? Да, компания сейчас проводит Ребрендинг, в принципе, магазинов Брендбук, который есть на сегодняшний момент Он узнаваем Поэтому мы не просто производим уже сейчас Кои-то косметические ремонты В наших магазинах Мы стараемся, еще раз говорю Ну, сделать их не просто светлыми Там какими-то, да А удобными для покупателя Чтобы покупатель себя чувствовал комфортно В этих магазинах Вот, поэтому Комфортно в смысле Не жарко, не холодно Не жарко, не холодно Просторно, да Широкие Чтобы можно было разойтись с корзиной Раздвинуть проходы Смотрим, улучшаем Те же покупательские тележки То есть мы меняем их формат Меняем стеллажное оборудование То есть это как раз и говорит о том Что мы меняемся как раз Под потребности покупателя И будем меняться И ребрендинг, он не то, что Вот мы его создали Все к этому идем Мы в процессе Получая обратную связь от покупателя Опять же, через те же опросы Где-то Видя сами свои недоработки Мы их меняем И дотачиваем До более удобных А другие цвета, возможно Другие, не знаю Эмблемы Другой шрифт Вывесок и так далее Это тоже есть в планах? Вывески, они разные В зависимости, опять же От самого помещения Где он расположен То есть размер вывесок Сам концепт, он соблюдается Как правило, единый А вот размер вывесок Букв и всего остального Зависит от самого магазина Где он расположен Либо это Отдельное маленькое здание Где нам согласовали Размер вывески По законодательству Где-то эта вывеска Может быть чуть более Как раз недавно Депутаты наши городские Изменили Правила внешнего благоустройства Части рекламных конструкций Нужно будет соответствовать Как человек Тоже Имеющий некое отношение К созданию рекламного контента Интересно мне спросить Именно тот формат Те изображения Этот брендбук Кто его создавал Это ноутсорси специалисты Это какой-то отдел Внутри компании есть Кто занимается Визуализацией идей Компании есть Департамент Который занимается Разработкой этих идей Это компания Занимается также Разработкой технологий Еще раз повторюсь Компания очень Высокотехнологичная И мы работаем С этими разработками И в целом Те люди Которые находятся В головной компании Потому что все проекты Как правило Они проходят Ну не просто Там вот Мы нам придумали Нарисовали Мы побежали Да Мы как правило Эти проекты Тестируем Тестируются они все В Краснодаре Показывают Смотрим И тогда уже То есть какие-то Фокус-группы собираются Как люди оценивают Эти разработки Да это рабочая группа Как правило Оцениваем Плюсы и минусы И дорабатываем И тогда уже Происходит накатка На всю сеть По всей России То есть все изменения Они Если даже происходят Какие-то По стране То они только После того Как прошли успешные Некие тесты И испытания Наверное Можно так сказать Давайте сейчас Поговорим Непосредственно О том Что мы видим Внутри магазинов Магнит Это то что расположено На прилавках На витринах Какие основные У вас подходы К той продукции Которая появляется В продаже Предлагаю сосредоточиться На трех основных Видах продукции Молочная продукция Мясная Бакалея Какие тут принципы заложены Принципы они Как и я думаю У любого ритейла Заложены В целом Компания Магнит Она сотрудничает При заходе на рынок Всегда с местными Производителями Мы нацелены На то Чтобы на прилавках Был максимально Востребованный ассортимент Как показывает опыт Востребовано Это то что Производится На местах Потому что То к чему люди Привыкли Они это видеть Они привыкли Это покупай авиатская То есть И допустим На сегодня То есть где-то есть Покупай пензенская Или там Покупай воронежская Да Кузбасс Покупай нижегородская Везде свое Но люди Которые живут в Кирове Они тоже Мы это увидели Что отдают предпочтение Именно авиатской продукции Причем Иногда даже По цене Отличавшись От федеральных поставщиков Все равно Они больше берут Именно авиатская Мы это тоже заметили Поэтому В большую сторону вы имеете В разную В большую и меньшую Если даже подороже То они все равно Чуть там Какие-то Они все равно берут То что они знают То что уже проверено То что они уже Пробовали Есть определенная Есть определенная квота На присутствии В ассортименте Товаров местных Производителей Или это такая Произвольная Какая-то цифра Нет Никакой квоты нет Есть прозрачная Для наших поставщиков Сайт Который мы специально Создали Где Как раз Вот именно Чтобы они Видели все это Прозрачное взаимодействие Могли на него Зайти Зарегистрироваться Прочитать условия Предложить свои условия Какие-то Которые Могут им позволить Наши специалисты Они консультируют Так Этих поставщиков Как начать с нами Сотрудничество То есть не просто Там зашел Сбросил И они разговаривают Общаются Подсказывают То есть потому что Повторюсь Нам интересно И открыв в прошлом году Распределительный центр Как раз в Юринском районе В Юринском Загарье Загарье простите То есть открыв там Логистический центр То в принципе Это и было нацелено Что улучшить логистику И продукция Которая К сожалению Там может не доехать До Авиатских полян Или до Малмыши Через этот Распределительный центр Могла бы туда попасть То есть условия Со всеми поставщиками У вас условия Для них всех одинаковые Да Они могут зайти Еще раз повторюсь На этот сайт Зарегистрироваться Выдвинуть свои условия С ними обязательно свяжутся Расскажут что еще нужно И там видно Все условия Они прозрачные Для всех одинаковые Есть ли планы По расширению Представленного Ассортимента продукции Вот вятских как раз Производителей Сейчас в магазинах Магниты Или вы считаете Что то что сейчас Это уже достаточно Ну достаточно Наверное сказать Это мало Недостаточного Точно Почему Потому что Ну Еще раз говорю Жизнь она же Меняется На сегодняшний момент У нас Ну 80% Продукции Той же хлебной На полках Представлены Это местные Производители И мелкие Производители В отдаленных Населенных пунктах Которые пекут Локально В районах Мы с ними тоже Работаем Потому что Люди знают их И покупают В том числе Небольшими Какими-то партиями Небольшими пекарнями Готовы с такими Да То есть Буквально Они там Снабжают Допустим Две-три торговых Точки Они привозят До хлебного Мы и с ними Работаем То есть Мы понимаем Что везти хлеб Из Кирилла Чепецка Я не знаю Там в тот же Малмыш Но пока он доедет До туда Это Есть там Узнаваемые Местные хлебопеки Которые пекут И поставляют Нашу продукцию Мы с такими Тоже работаем Не обязательно Быть крупным Каким-то Поставщиком Или игроком На рынке продуктов Чтобы попасть По поводу Молочной продукции Знаю Что например Удмуртский Присутствует На прилавках Магазинах Магнит Там торговая марка Мой однофамилец Сейчас не буду рекламировать Но есть в общем Удмуртское молоко ТД сметанин Это Собственная торговая марка Собственная Да То есть Это Бренды То есть Мы занимаемся же В том числе И у нас есть И производство Порядка 12 производств В России Которые для Нуж наших магазинов Поставляют Эти продукты То есть Целые сельские Хозяйства Агропередные Предприятия Собственное Тепличное хозяйство Которое опять же Располагается В Кубани Где выращиваются Шампиньоны Огурцы Собственные Томаты То есть В Тольятти Самарской области Так же То есть Их более 12 Хорошо Магнит-косметик Давайте подробнее Поговорим Здесь Какие основные Принципы закладываются Судя по моим наблюдениям Тоже довольно востребованные Торговые точки Ну Магазины Магнит-косметик Они Мы начали развивать их Чуть позже Буквально Не так давно Поэтому их на сегодняшний момент Около 4 тысяч Всего лишь По России Но они Принцип тот же самый То есть Расположить И в шаговой доступности Чтобы дать Вот эту Определенную Оптимальную услугу В данном сегменте Это парфюмерия Ботовая химия Косметика И покрыть эту Нишу Которая есть На сегодняшний момент То есть Эта сеть Тоже является Одной из Крупнейших В России По Распространению Ботовой Химии Парфюмерии Если мне память Не изменяет То буквально Наверное В самом начале Мы Были Официальными Дистрибьюторами Таких марок Как Стерлай И Бьюти Бофф Для женщин От 30 до 35 лет То есть Только можно было В магнит косметик Найти эту продукцию Линейку эту Да И ее купить То есть Это опять же Говорит о том Что мы Идем Ближе к покупателю Не от него То есть Все делается Для них Ну а Стратегию Она В принципе Тоже То есть Развитие Предоставление Этой услуги На Шаговой Повторюсь Доступности Чтобы она была В каждом районе Чтобы Был выбор У любого потребителя Тут Что касается Продукции Местных Производителей Как раз Косметической продукции Общеизвестно Что в Кирове Есть свое Производство Там В том числе Экологически Безопасной Есть возможность Зайти Ваши магазины Еще раз повторюсь Да Всем одинаково Есть Я еще раз говорю Этот сайт И они могут Оставить заявки И никаких ограничений Ни для каких поставщиков Там не присутствует Абсолютно Несколько минут Пара-тройка у нас минут Остается до рекламного перерыва Хотел бы сейчас Затронуть вопросы Кадровой политики На каких основаниях Попадают люди К вам на работу И в торговые точки И в распределительный центр Тут какие основные моменты Вы исповедуете Требования к сотрудникам Я насколько понимаю Я не специалист Далеко в этой сфере Но вот те люди Которые работают Непосредственно В торговых точках У них Достаточно такая Универсальная по-моему Задача И непосредственно На кассе работа И работа по выкладке товара И так далее То есть они На все руки мастера Что называется Ну да Проговорил Да все таки есть Да Мы заинтересованы Во-первых В активных и профессиональных Людях На сегодняшний момент В компании Больше 280 80 тысяч сотрудников В целом по стране В целом да По стране А в Кировской области В Кировской области На Кировском филиале Если взять только Магазины То это более 3000 сотрудников И 700 рабочих мест Которые мы создали При открытии торгового центра В Загаре То есть в сугубности Более 3700 сотрудников В следующий момент Только Принято на работу В Кировской области Вот Поэтому Отбор он Очень простой Заполняется анкета И дорога всем открыта А вот Мультиформатность Которая есть В компании Да Три Грубо говоря Вида Точек И распределительный центр Которые позволяют Себя реализовать В разных местах То есть Были такие Что Человека не получалось В продажах Там Да Переходил В распределительный центр Начинал С кладовщика Отборщика И доходил До Зам Директора РЦ То есть Такие тоже Были прецеденты На предыдущих регионах Где приходилось Трудиться Это тоже Очень легко Много Случаев Когда у нас Продавцов Люди находили До региональных Руководителей До руководителей Департаментов Возможность Есть Такого роста Карьерный рост Он не ограничен Все зависит от самого человека Насколько он активен Насколько он увлечен В этот процесс Насколько он Хочет развиваться И занимается Сам Своим Саморазвитием То есть Без этого Тоже никуда Потому что Жизнь меняется Нам приходится Меняться И для меня Это четвертый регион В принципе Я пришел В компанию На должность Директора Магазина Магнит И отработав Там полтора года До сих пор Не жалею Что я начинал С этих низов Понимая Саму специфику Директор тоже Ведь он имеет Это отношение Да и непосредственно И к выкладке товара И к работе с людьми И так далее Он должен знать все Потому что К нему приходят новички Которых нужно обучать Развивать Потому что Мы не просто берем Сотрудника на работу Мы занимаемся Его обучением За прошлый год Мы обучили Более двухсот Директоров Разных форматов Более четырехсот Товароведов То есть При этом Сотрудником Он становится С первого дня Как только его оформили И даже Когда он находится Еще в учебном классе На ученическом договоре Он в любом случае Считается сотрудником Компании И ему выплачивается Постоянная заработная плата А вот что касается Кстати уровня зарплат Социального обеспечения И так далее Ну все мы знаем Есть указы президента О том что повышает Вы знаете Прекрасно средний уровень Зарплаты в регионе Вы соответствуете? Мы соответствуем Этому уровню Мы за ним постоянно следим По-моему буквально В прошлом году Произошло изменение Минимального прожиточного Минимума В Кировской области Это в этом году? Ну мы уже В прошлом начинали Эти изменения у себя Потому что мы понимали Что нам это нужно делать То есть индексация была Индексация Да То есть мы следим за этим И мы соответствуем Но уровень Мы сегодня в рынке Давайте так говорить То есть мы следим Мониторим рынок Если мы понимаем Что мы где-то находимся Не в рынке То мы производим Эту индексацию Зарплата выплачивается Своевременно Согласно законодательству Она вся белая Прозрачная Есть соцпакет Плюс компания в том Что хоть она и федеральная Но весь головной офис Который Занимается трудоустройством Он находится весь здесь И обратившись здесь Он получит Ну сразу Справку Не надо никуда заказывать То есть все это здесь Какие-то льготные занятия Спортом для сотрудников Помните Эту инициативу На ровне Госдумы Когда там Заработодателя нужно Обязать платить За спортивное развитие Спортивную разгрузку Мы являемся для многих Из спортивных учреждений Здесь Как бы корпоративным клиентом У нас есть эти льготы И сотрудники этим пользуются В том числе Комплекс Родина Который нас Предоставляет нам Всякую возможность Для проведения Разных спортивных мероприятий Для своих сотрудников Внутри Ну и в целом Для их семьи То есть Все это тоже В общем Полноценное направление Что собственно Характерно Для крупной Крупной российской компании В общем-то да В тренде В тренде что называется Я напоминаю Что мы беседуем С Александром Амелькиным Это директор Кировского филиала Компании Тандер Сеть магазинов Магнит Подошло время небольшой Рекламной паузы Очень скоро мы продолжим Крупный план Продолжается наша беседа Напоминаю Что это программа Крупный план Александр Амелькин Директор Кировского филиала Компании Тандер Сеть магазинов Магнит В нашем регионе Давайте поговорим об обратной связи с покупателями, о запросах покупателей, их требованиях, вопросах и так далее. Мы немножко уже коснулись этой темы. Ну, тут не секрет, если мониторить соцсети, периодически появляются там фотографии, какие-то недовольные возгласы о том, вот смотрите, в магазинах компании какой-то залежалый товар, покрывшийся каким-то нехорошим налетом. Как отрабатывать эти сообщения? Ну, компания в целом уделяет очень большое время и силы энергии на контроль качества предоставляемой продукции в наших магазинах. Поэтому на все жалобы, которые поступают к нам с разных источников, а у нас их несколько, помимо телефонной горячей линии, у нас с прошлого года существует еще приложение Pulse M, так называемое, которое можно скачать. Это мобильное приложение, да? Да, это мобильное приложение. Пульс M, запомним. Да, которое можно скачать и с помощью него дать обратную связь в контакт-центр, в который он попадает. Кстати, телефон можно озвучить, если помните. Телефон на единой горячей линии 8800-290-02, он представлен на всех кассовых чеках, когда человек берет кассовый чек, на нем написан телефон горячей линии. Мы тоже, как бы, ну, раньше это размещалось на плакатах только, а потом поняли, что нам не хватает где-то некой обратной связи от покупателей, начали размещать на чеках. Поэтому на каждом чеке этот телефон есть. Ну, разумно, да. И следя за контролем, то есть специалисты получают некий сигнал с разных регионов России, потому что в компании есть специалисты, которые следят за качеством товара от момента его поставки от поставщика. Даже когда он приходит на испытательный центр, прежде чем его принять, мы замеряем температуру, если это скоропортящий продукт, температуру в машине, и если она не соответствует тем требованиям, которые должны быть, то продукция просто не принимается. Случается такое, когда вы заворачиваете? Бывает, да, бывает. Извините, вы не соблюли температуру. Больше, да. Больше относится это где-то, наверное, в сезон-пик группе «Фрэш», но и бывает, что и с другими продуктами такое тоже происходит. А местные, кстати, производители. Гриша с всем бывает? С местными производителями таких случаев. Нет, слава богу. Пока я здесь, да, все с ними. Получая сигнал, говорю, специалист связывается с покупателем, чтобы прояснить некоторые факторы, да, и передает это напрямую производителю, чтобы регулировать данный вопрос. Поэтому, как правило, нерешенных жалоб или конфликтов их нет. В общем, вы открыты к покупателям, и если человек придет с какой-то претензией, вот, смотрите, я у вас что-то купил, и мне это не нравится, ваши специалисты спокойно будут разбираться, что к чему. Помимо озвученных ранее горячей линии, говорю, «Пульс М», у нас на местах есть, я считаю, профессиональные сотрудники, это директора и товароведы магазинов, которые могут принять эту жалобу и передать ее также быстро нам в офис головной. Ну, либо в главную компанию, опять же, поэтому... Ну, а все-таки, Александр Анатольевич, это человеческий фактор, когда вот на прилавках, на витринах появляется, ну, действительно, там не слишком такая симпатичная продукция, не заметили, пропустили, заработались. Что это? Ну, и такое есть, я думаю, что... Я не говорю, что это бывает только вот в сети, о которой мы сегодня говорим, да, это бывает везде, к сожалению. Ну, наверное, да, человеческий фактор, он имеет больше, наверное, вот в данных случаях больше имеет быть места, вот, потому что от него никуда не уйдешь, люди, они на местах, вот. Ну, и еще раз повторюсь, что мы разбираемся по каждой жалобе, и это в том числе и с сотрудниками, которые допустили эту погрешность, халатность, потому что в зависимости от тяжести той или иной проступки это уже будет видно. — Система поощрения, система наказаний каких-то там, она присутствует, всегда присутствует, да? — Присутствует, да, у каждого сотрудника есть своя мотивация, которая ему доводится и в процессе обучения, и в процессе его адаптации, стажировки, то есть они обо всем этом знают. — Если человек, предположим, ну, желает вот во что бы то ни стало зарабатывать больше, он может на себя брать там дополнительную нагрузку, какие-то дополнительные часы, есть такая возможность? — Да, есть такая возможность, это подработка в других магазинах, то есть туда, где он, опять же... — Потому что все сотрудники, как правило, работают где? Ну, рядом с домом, то есть чтобы тоже вышел, далеко не ехать, не тратить время на дорогу. — Успеть детей завести куда-то в школу, в детский сад и прийти на работу спокойно. — Да, и вот вы чуть ранее сказали, почему там магазин один рядом от другого 270 метров, ну, бывает же в жизни всякое, один сотрудник заболел, требуется подработчик, а другому требуются деньги. — Он может спокойно знать об этом, пойти подработать, получить дополнительный доход, то есть мотивация, она вся прозрачная. — Буквально 4 минуты у нас, 3 остается о социальной деятельности компании, хотелось бы поговорить. — Сейчас в этом отношении, на мой взгляд, наш город как-то вот воспрял, очень много заинтересованных активистов, простых людей появилось в том, чтобы город становился лучше, прекрасней намного выглядел, чем сейчас. Там конкретные проекты благоустройства есть, и наша активная радиостанция во всех этих процессах участвует. — У вас какой опыт и какие планы по общественно значимой, так сказать, деятельности? — Ну, так как мы все-таки продуктовый ритейл, да, мы больше уделяем это именно социальной значимости обеспечения продуктов, питания, еще раз повторюсь, даже в отдаленных точках, куда, допустим, не заходил ни один еще из сетевых, либо даже местных игроков, там в Заполярье, где мы присутствуем спокойно на крайнем севере. Если мы говорим о социальной сфере, все-таки там, как вы затронули тему благоустройства, то за этот год в кировском, опять же, филиале, да, компании «Тандр» мы благоустроили парковки возле трех магазинов. Мы будем в дальнейшем продолжать это, заниматься этим благоустройством. То есть не только это означает, чтобы парковку сделали, да, мы все это согласовываем, все это, вот, ну и где-то высаживаем цветники, облагораживаем все это, чтобы магазины были похожи. — Но это делают сотрудники, да, тех же магазинов, то есть... — Нет, нет, это специальные подрядчики. — Это специальные подрядчики, да, которые у нас проходят тоже конкурс. — Нет, я имею в виду сейчас цветы и благоустройства, я понимаю, что сотрудники не пойдут класть асфальт. — Нет, я и про это тоже самое говорю, что цветы и благоустройства, там, газоны, это все делают подряд на организации, это не сотрудники. Задача сотрудников магазинов — это заниматься именно продажей внутри магазина, обеспечением доступности товара в магазины, выкладка товара и все остальное. Поэтому отвлекать их оттуда не отвлекаем. Каждый должен, считаю, заниматься своим делом, а не... — Деятельность, там, отношение, не знаю, подрастающего поколения, детские площадки, какие-то праздники детские, возможно, кураторство над какими-то детскими учреждениями, это есть или в планах, возможно? — У нас есть такой проект в компании, который называется «Магнит новое поколение», он предназначен для студентов, сотрудники главной компании проводят обучение, стажировку этих сотрудников с последующим их трудоустройством у нас. Сейчас это происходит пока в Краснодаре, еще раз повторю, все пилотные проекты там происходят. — На родине, да, пробуются? — Да, пробуют, посмотреть, потому что, ну, и как показывают первые отзывы от, опять же, этих же студентов, то им очень понравилось именно то, что, я говорил так же ранее, что компания высокотехнологична, и очень много используют новых технологий, которые, к сожалению, даже обучаясь там на товароведа, сотрудник, человек не знал, что можно использовать те или иные технологии. Они много нового для себя открывают, и, опять же, по обратной связи от них выходят с глазами горящими, что они этого не видели. Вот, IT-технологии, они продолжают развиваться. Мы поставили более 1200 уже касс самообслуживания в магазинах, как раз именно для того, чтобы, еще раз повторюсь, создать удобство для покупателей. Это тоже новшество, которое нас подвигло, чтобы привлечь дополнительную покупку. — Слушайте, я не встречал такого у нас. Это у нас есть кассы самообслуживания? — В гипермаркетах? — В гипермаркетах, да. — Есть? — Да. — Еще не сталкивался. Интересно посмотреть. — Ну, площадь формата у дома, она, к сожалению, не позволяет ставить, потому что это дополнительную площадь нужно выделить. Но я думаю, мы скоро к этому придем, потому что, если посмотреть, опять же, на рынок Европы-Азии, где уже человек, кассиров нет, людей нет в магазинах, то о покупке происходит. — Время нашей беседы истекает. Я думаю, что такой достаточно насыщенный результативный разговор у нас получился. Спасибо большое, Александр Амелькин, директор кировского филиала компании «Тандер», сеть магазинов «Магнит». Очень рассчитываем на то, что вы будете принимать активное участие тоже в наших эфирах. Спасибо, всего доброго. — Спасибо, до свидания. — До свидания. — Крупный план. Продолжение следует...